здрасте что грустишь что ли привет всем сегодня будет выпуск про комикса мы разрисовываем корейский ресторан чика городе санкт-петербург вот тут вот такие картинки разные два раза распечатал каждого но еще в челябинске сюда распечатал долго сейчас здесь вымеряли размеры здесь кое-где должна быть декоративная штукатурка кое-где где сам рисунок я потом маркерами буду это все вводить где сам рисунок там гладкая поверхность сейчас тут очень четко все разметили под размер подогнали сейчас уже занимаюсь прям непосредственно разметкой подпишитесь пожалуйста на наш канал и на наш telegram и на telegram школа граффити самое главное там девчонки ведут конкурсы постоянно подписывайтесь очень интересно там время проводить второй день рисования в питере вчера прилетели за гором тут все подготовили разметили через проектор сейчас на следующем этапе покажу какой у нас сегодня проектор модный супер новый короче потом про него расскажу в общем то разметили такая комиксная картинка здесь ребята нам декоративной штукатуркой все подмазали вокруг комиксов этих сейчас ждем пока она подсохнет но не ждем сразу рисуют ну и собственно вот у меня вот такой пацан ест продукцию данного ресторана и вот все начинаю с фона вчера в граффити маркете купил баллончику все начинаю просто закрашивать делаю все по форме так как тут линии вот такие графичные идут я так же сначала темно розовым все закрасил по форме этих линий в длину и сейчас легкий градиент делаю тоже по форме центр и заполняю все пространство чтобы не было серых пятен потом когда я сделаю здесь уже контура четкие все стреляется в едино красиво смотрится то есть без фанатизма здесь сделаю не обязательно делать супер плавно как например на портретах здесь можно хотя бы так подать вид что здесь два оттенка потому что когда черные полоски появятся темные все как бы заиграют другими красками будем сейчас тестить красочку которую я купил в граффити маркете вчера это flame низкого давления flame blue и belton проверим белый это молотов тоже премиум давление среднее у него посмотрим как пигмент белый основу конечно я покрасил все друг артоном потому что я больше привык к этим краскам быстрее работа идет вот flame приходит вот таких уже был у нас обзорчик мы на холоде бомбили нам прислали на пробу вот с такой крышечкой приходит стандартный кэп белый с синей ставкой это такой средний сначала идет выходит струя хорошо что здесь пол заклеен но уже дырирование не попало на капель пробуем отходит ли оттенок вот начну с шеи сразу скажу может быть это конечно из-за того что вокруг розовое все но видите какая разница между тем что на крышкой на крышке и то что на стене сама красочка конечно мягенько идет равномерный оттенок запах такой не сильно едкий не как у других европейских производителей ну в принципе этим кэпом можно да хорошо закрашивать достаточно мелкие детали вроде не крошатся вот здесь специально такой отбойничек вроде не идет есть например у других производителей типа лук колорс или которым я вот в европе рисовал АКА и КОБРА у них очень пигмент сыпется вдоль стены здесь таком они наблюдаются вчера тоже купил мои любимые кэпы хочу вам показать чем они хороши вот этот от монтана левел 3 вот какой он линии дает среднюю и он очень мягко нажимается ну в принципе это у флейма тоже очень мягкий флакон а вот чуть чуть поуже пишет посветлее ему уже можно вот такие линии делать очень хорошую кэпу всем советую ну это может быть конечно такой обман зрения то что здесь рядом розовый а здесь бежевый и он кажется на стене более бежевым часто есть такое когда рисуешь портреты на розовом фоне они болончиками когда ты красишь кажутся очень бледными сами у меня меня такой цвет не очень сильно устраивает но в целом для картинки подходит так как это комикс тут не обязательно придерживаться настоящих котенков вот так ну в общем что могу сказать про бежевый хорошо укрыли отличная краска ну видно вот здесь чуть чуть конечно крошит ну все оттенки ну это как бы неизбежность то есть нет ничего сверхъестественного то есть спокойно нормально на четверку с плюсом в плане вот этих капелек но это лично мое так ну вот теперь беру темно-серый антрацит почти как черный для контуров сейчас чисто для камеры попробую сделать здесь теневую часть потом конечно буду более аккуратно делать ну я сразу как бы привез с собой сюда капчиков бананов не буду одевать этот стандартный кап потому что я знаю это слишком ну толстая линия для такого рисунка и попробую почему я взял именно flame blue потому что у него низкое давление и здесь некоторые персонажики мне на объекте совсем мелким надо делать очень тонкие линии то есть я буду смотреть если мне подойдет вот я просто полностью перейду на декоритру на данном объекте если бы я рисовал в Челябинске я бы рисовал девяносто четверкой вот эти потому что я ее знаю ну смотрите так то вообще идеальная тоненькая линия все хорошо намного мягче чем артом нажимается даю оценку пятерочку с плюсом тогда мы прошлый обзор просто делали зимой просто для бомбинга использовали не по назначению мы использовали ну как бы идеально вообще даже сказал бы супер по сравнению с девяносто четверкой качество одинаковое качество сейчас же попробуем молотов премиум приходит вот они с такими крышечками ломаем крышку остается вот это обозначение цвета для тех кто не знал приходит вот с таким черным кэпом с синей вставкой внутри очень очень тонкая тонкий надрез почти не виден сразу ничего сначала не выходит так ладно попробую вот здесь чуть-чуть вот это супер софт смотрите как вам плавно прикольный для вас градиент и вообще нету этих крупных каплей надо пока новый но он все равно широкий слишком надену желтый банан интересно подойдет вроде называется universal значит он для всех подходит красный идеальная краска немножко кажется жидковатая поэтому она и не крошит особо не 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 ничего не 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 Расскажи для ютуба, в чем извинения, перекрыли нашу кафеторию, с другой стороны. Перекрыли кусочек. А что получается? Ваши старшики перекрыли или это трамвы? Старшики... На самом деле, сейчас наговариваю, никого не порчится. Главное, что конфликт решился. На самом деле... Паевая коса, конечно, с нашей стороны, безусловно. Нормально. Размерно. Ну, я просто столк хотел. Нормально. Спасибо. Репормируем тебя еще за ютубчиком. Ну, кзади, да. О! Вот, купили в граффити-маркете. Тегер. Молотов. Решил именно им рисовать. В общем, стоял выбор, каким рисовать. Эскиз такой, чисто черно-белый. Я думал взять On For All или такой перманентный Таггер называется. Ну, попробовал на коробочке. Все-таки решил таггером, потому что его можно сильно прижимать и долго вести линию. А вот этим, если прижмешь, то потекет краской и по чистой двери. Тут, как бы, дорогое такое изделие. Вот, если, как бы, капнет, то вообще возможности исправить не будет. Так что решил именно, поэтому решил сделать со скошенным пером. Через проектор проецирую изображение. И просто проводим. Полностью прижимаю его. Когда полностью вот эту плоскую часть прижимаешь, тогда линия достаточно, ну, ровная получается. не дрожащая, самое главное. В этом преимущество вот этого маркера. То есть, ровненькие, такие прикольные, красивые линии получаются. Вот. А вот эти идеально ровные. Это, сразу хочу сказать, что это все делается впервые. Маркерами я уже рисовал. Несколько видосов есть. Но все равно это, как бы, наверно, меньше одного процента всех работ. Грубо говоря, раз в году вот нашел настройки. Здесь какой-то вот такой профиль. Подставляю. И веду ровную линию. Все, получается ровненькая линия. Правда тут пошире чуть-чуть надо. Поэтому чуть-чуть выше делаю. Ну что. Хочу сказать. Таггер очень удобная штука. Достаточно равномерно. Очень твердое вот это. Само перо. Очень хорошее. Все доволен качеством. Всем рекомендую. Ну все. Вот у нас получается. Я вот столько вот зарисовал. И начал еще вторую дверь делать. И у меня уже начал, как бы, травить чуть этот таггер. Ну. Плоское перо, короче. Оно чуть-чуть. Сам кончик начал плохо писать. В итоге вот купили еще один. Сходили уже с таким острым пером. С обычным. Рот тоже оказался удобный. Вот. Вот так вот. Уже на коленках заделал последнюю рыбку. Уже, конечно, рука больше набилась. Уже более уверенная линия получается. Уже более уверенная линия получается. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...